Областная дума сегодня могла вернуть то, о чем упорно спорят в последнее время прямые выборы глав муниципалитетов. Соответствующие поправки внесли либерал-демократы и коммунисты, их поддержали эсеры. Однако инициатива разбилась о монолитное большинство единой России. Елена Казакова с подробностями. Члены фракции ЛДПР «Изменить закон о порядке избрания муниципальных глав» предложили только в первой его части, которая касается назначения мэра Великого Новгорода. Либерал-демократы заявили, что система конкурсного отбора должна действовать только в районах, а на родину российской демократии необходимо вернуть всенародные выборы градоначальника. Мы, новгородцы, готовы и должны свое будущее выбирать сами. Я не прошу, я требую от вас поддержать эту поправку и вернуть новгородцам право выбирать градоначальника. В поддержку инициативы Алексея Черсинова выступили члены фракции КПРФ, которые подготовили свой пакет поправок в тот же закон, и справедливо росы, в том числе Михаил Караулов, который напомнил, что в марте сам выступал с подобным предложением. На что спикер Елена Писарева заметила, что тогда документ просто не мог быть включен в повестку, ведь депутат не согласовал его даже с мэром города, а это предусмотрено регламентом. Поправка же Черсинова дело другое, с ней Юрий Бубрышев ознакомился. И в своей резолюции подчеркнул, что считает возвращение прямых выборов в Новгороде нецелесообразным. Такого же мнения придерживалась и фракция «Единая Россия», ориентируясь на показатели явки избирателей. В итоге поправки фракции ЛДПР региональным парламентом приняты не были. Только 11 депутатов проголосовали за, 12 высказались против, двое воздержались. Для принятия же необходимо набрать 17 голосов. Такой же результат ждало рассмотрение инициативы коммунистов. Правда, фракция КПРФ выступала за возвращение прямых выборов на территории всей области, а не только ее столицы. Мы с вами тоже ведь избираемся прямым голосованием. Президент у нас избирается прямым голосованием. Главы поселений, если говорить опять об уровне хозяйственников, которых подбирают, тоже избираются прямым голосом. Почему такая принципиальная позиция и изменение в устав у нас касается только именно глав районов? Но итог голосования был предсказуем. Проект не принят. Отклонили депутаты и внесение изменений в устав Новгородской области, в котором Алексей Чурсинов предлагал прописать процедуру согласования региональной думой кандидатов на должность вице-губернатора. За выступили только 12 народных избранников. Также депутаты в очередной раз внесли изменения в закон о бюджете, чтобы распределить 465 миллионов рублей, поступивших из федеральной казны. Анатолий Федотов выступил за распределение части средств на ремонт дорог и субсидии муниципалитетам. А Сергей Бусурин попросил найти средства для погашения кредиторской задолженности двух районных больниц – Холмской и Машинской. Это по 3 миллиона рублей, всего необходимо 6 миллионов рублей. Это государственное учреждение, выполняет очень большую социальную нагрузку, обслуживает население двух этих районов. Добавим, что на днях сетевое издание «53 новости» сообщило, что около 80 работников Холмской ЦРБ два месяца не получали зарплату. Сумма задолженности составляла более 800 тысяч рублей. Свою зарплату люди смогли получить, лишь обратившись в суд. Проект изменений в закон о бюджете и две поправки к нему депутаты приняли большинством голосов.